Аня показывает платье. Покрутись. Красиво. Покрутись. Может, будет в шоке. Это как ты так ходишь. Цвет красивый. Очень Аня идет. Принесли еще одно платье, поверить. Мам, да возьми это черное платье. Не могу. А вдруг я не буду его носить. Не смотри, буду стесняться. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот ты про это рассказываешь? Пожалуйста. Да, да, да. Пожалуйста, да, черный. Давай, давай. Пожалуйста. Все, все. Бери, бери, бери. Сюда больше не надо приходить. Давай, бери. Вот думает, какие взять, синие или зеленые. Всем привет. Всем привет. Это канал Turkish People. Да, мы втроем сегодня. Мы были в Икеа, а сейчас мы идем в торговый центр Агора. И вот эта красота за моей спиной. Это двор торгового центра. Сейчас я вам покажу поближе. Для тех, кто ни краса здесь не был, ни визу. Одно удовольствие ходить на шоппинг. Единственное, что место не очень популярно у туристов, поэтому, может быть, вы здесь не были. А местные любят сюда приезжать просто провести время. Вот здесь такой хитрый фонтанчик. Раз и будет бить из-под земли. Осторожно. Когда было лето и жарко, здесь было очень много детей. Настало попрохладнее, на небе тучки. Но это явление временное. У нас еще тепло. Мы ходим в футболках. Ну, с утра кофточку и вечером обязательно надо. Все, отвлеклась. Теперь мы идем на шоппинг. Да, мне надо кроссовки, потому что эти у меня, конечно, есть. Но они могут промокнуть, если дождь будет. Да, вот у него есть красивые яркие кроссовки. Но нужно купить еще одни. У нас были дожди. В выходные мы просидели дома. У меня уже есть. Ну, я ношу самое сейчас. У Ани есть. Несколько поробов. У него только получается одна. Это непорядок. Надо исправить. Ну, еще, может быть, что-то интересное купим в магазинах. Пойдемте вместе с нами. Здесь есть кафе. Можно выпить чай. Сидеть, поговорить. Работает торговый центр. С 10 до 22 часов. Здесь есть симпатичное место для фотографирования. В торговом центре есть практически все марки, как и везде. Вот начали мы. Эпик Йоу. Там впереди Вайкики, Коттон. Видите, как мало людей в торговом центре. Багазы сто на минус первом этаже. Главная площадь торгового центра. Здесь проводят различные мероприятия. Очень часто бывают концерты для детей, какие-то развлечения. Причем торговый центр проводит это бесплатно, потому что понимает, что приедет вся семья. Они все равно потом сходят по магазинам. Они все равно что-то купят. Хотя бы купят поесть. На последнем этаже находятся фастфуд, кафешки. Но мы ели в Икеа. Нас интересует что-то другое. Стена из пайеток. Она раньше была в входе. Сейчас ее сюда перенесли. Мы здесь тоже писали на ней. Показываю еще в этом торговом центре. Есть Холлинз, ЛТБ. С этой стороны Мави. Ю из Холла. Все магазины небольшого размера. Ну и в самом конце вот Бойнер. Еще один Бойнер у нас есть. 5 М Мигрос. Ну а весь последний этаж занимает у нас зона развлечений. Здесь кинотеатр, боулинг, бильярд. Ну все возможные развлечения для детей. Игровые автоматы. Еще отдельно есть Агорикс здесь. Тема парк. Там есть даже аттракционы. Именно здесь находится Бойнер. Вот Аня улыбается. Потому что я сейчас в Бойнере. Вот все, что на ней надетое, она куплена здесь. Причем она не планировалась, что мы вообще попадем сюда. Я даже особо не планировала. Я думаю, просто в Икею съездим. Ну а заодно решили и по магазинам пройтись. Как же быть рядом и в магазин не зайти. Бали сразу в отдел Юис Полон. Это мужская одежда. Есть и скидки. Да, вот 538. Магазин двухэтажный. Скажите, зачем же искать ее из Пола в других магазинах, если есть отдельный, специальный? Ну как не удивительно, в таких магазинах есть скидки, а в главном их нет. Либо продают это в прошлый сезон. И даже одно и то же сезон. Вот. Хорошо, Анечка, иди. Я тут буду. 465 лер стоит. Толстовка на молнии. Мам, кофты и футболки покупаю. Куртка у тебя есть. Мы уже купили. Жилетка есть. В принципе, у Владимира очень много уже одежды. И штаны мы типа такие уже взяли. Давай посмотрим. Может, 320 лир стоит. Он даже не знает, что он хочет. Из детского отдела мы переместились уже в отдел для тетенек. Как я иногда себя так называю. Посмотрим, что есть. Владимирчик, вы не придумали, что купить. И она сказала, что футболки уже не надо. Уже не актуально. И пока, говорит, все есть. Ну, потому что еще и в школу ходят. Известно, она иногда носит школьную форму. А я буду смотреть, что есть. Здесь, может быть, что-то мне понравится. Куплю тоже. Аня куда-то ушла дальше в магазин. Она не потеряется. Она сейчас наберет вещей, принесет и скажет, пойдем примерять. Нам дали большую примерочную кабину, чтобы мы все поместились. Будем мерить. Вот это, кстати, платье Аня выбрала. Это тоже я. И это. Брюки у нас, штаны всякие разные. Это любит Аня. Кофты тоже. Платье, которое здесь выглядывают. Это я взяла. Хочу померить. Не факт, что мне будет хорошо, но померить можно. Вот тоже, кстати, платье. Вот, видите, какое интересное. Ну что, ждем примерку. Будем мерить? Да. Аня показывает платье. Покрутись. Платье это стоит 1600 вверх. Мне понравилось. Смотри, ну красиво. Да, Аня очень редко надевает платье. Очень и очень редко. Она все любит штаны, шорты. Но шорты у нас уже холодно стало. Так, теперь покажи, какое платье у меня. Держи. Ну, я думаю, конечно. Красиво. Красиво. Не знаю. Покрутись. Может, может, будет в шоке, а скажут. Это как ты так ходишь. Не знаю. Ну, там не хорошо сидят. Буду смотреть еще вещи. Красиво. Так, цвет красивый. Очень Аня идет. Ну, как тебе штаны? Ну, вот брюки казались очень длинные. А это мой размер S. Аня, надо подрасти. Надо быть ростом. Метр восемьдесят. Хотя бы метр семьдесят пять. Тогда бы тебе было это хорошо. Ну, как вы думаете, Аня вырастет? Конечно, вырастет. Аня сейчас ростом сто пятьдесят восемь сантиметров. Последний раз, когда ее меряли. Не знаю, может, уже ищут. Сто пятьдесят девять сантиметров. Сто пятьдесят девять сантиметров последний раз мерили. Вот так. Ну, короче, Аня, расти и расти. Тебе еще цвет прекрасный. Что-нибудь надо... Одно. Видите? Одно единое. Ну, смотри, может, просто кофту одну взять. Ну, конечно. Дай, 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 дай. И у меня, в принципе, и такие-то штаны есть. Давай. Штаны, правда, очень красивые. Покажи, что у меня. Мне бы принесли еще одно платье, поверить. И вот это. Оно очень красивое, такое черно-белое. Единственное, знаете, что меня смущает? Оно так красиво. Но как-то оно напоминает мне. Мультфильм 101 Далматинец. Вот там была одна тетенька. У нее же прическа такая была. Я не помню, как ее звали. Это меня смущает. А так красиво. Так. Не люблю платье. Вот здесь вот, никакой маниликоватый. Но это мой размер. То есть надо еще нести, просить, чтобы я... ушили. Как-то у нас сегодня такой неожиданный шопинг получился. Давай следующую платье мерить. Я вот этим думаю. Подумай. Купить, заплатить за него 2000 лир. И еще надо отнести, чтобы тебе ушили. Да. Не знаю. Я бы подумаю еще. Ну вот, Аня в своей стихии. Брючки теплые. Да, вот смотрите. Все одинаково. Это все комплект. Они продаются по отдельности. Ай, да. Мне нравится. В этом удобно. А мне в этом такого удобно. Ну, вы уже видите меня. Как вы думаете, почему я меряю платье? Для чего мне нужно платье? Пишите в комментариях. Покажи меня. Вот такой вот платье. Но она очень красивая. Покажи мне. Да. Покажи мне. Все очень красиво. Все очень красиво. Все тоже есть. У вас есть турк номер. Да, есть. Вау. Если мы получаем 1000 лир, то вы получаете 200 лир. Есть ли у вас хопи? В прошлом телефоне, мы можем включить. Потому что хопи будет входит. Это будет 100 лир. Это будет 100 лир. Это очень хорошо. У меня есть шансы. Я думаю, что они очень хорошие. Я думаю, что они очень хорошие. здесь очень темное освещение выходи покажу тебе тут ну для нет и неожиданно платье да еще коротенькая да я решила просто взять посмотреть надо узнать как ты выглядишь давай выбирай что ты будешь покупать еще у тебя остались вещи посмотри что не все примерила вот это вот футболку я хочу со своими вот этими джинсами которые у меня уже есть мне кажется быть красиво еще один такой лук у меня мне кажется что слишком обычно белая не нравится не нравится не придумывай оправдание снимать там и тебе еще понравилось вот такое платье не очень понравилось и этот фиолетовая мне понравилось толстовка он доставай ее лежит там если вот так вот и толстовка вот тут еще такое мне кажется так тоже красиво смотри ну как мне нравится цвет цвет идет посмотри на ярком освещении поглядя на себя по нравится берем берем вот это платье мне очень даже приглянулась вот с вырезом сбоку но я стесняюсь не стесняйся красиво красиво берем не знаю вопросик я подумаю если не понравится я додумаю до завтра и приеду его заберу все-таки дорога здесь не так далеко пришла на шопинг я владимиру в результате купили мы аня мама да возьми то черное платье а вдруг она я не буду его носить посмотри буду стесняться пожалуйста 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 да 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 черный давай давай пожалуйста вот все бери пири пири сюда больше не дай приходить давай бери красивая ну красивая да и все бери бери ты красавец Реклировать своего мужа. Вот нам уже упаковывают. Мы не просто меряем. Вот мы уже купили. Радостные девочки. Поедут сейчас домой в отличном настроении. Вот когда шопинг не запланирован, неожиданно, действительно получается самым суперским. А потратили мы с Аней 2490 лир. Мне сделали скидку 800 лир, потому что у меня есть турецкий номер телефона. И я скачала программу Коппи. Если бы у меня его не было, у меня была бы скидка только 100 лир. То есть они еще и ту приплюсовали. Спасибо вам большое, что вы продолжаете следить за нами. Ну вот так. Показываем мы и шопинг. Показываем, где покупать одежду, где интересные вещи есть. Кроме Вайкики, есть масса хороших магазинов в Анталии. Поэтому заходите, смотрите. Видишь что-то? Тоже себе купите? Между прочим, я так довольна. И помните мой вопрос? Зачем мне нужно платье? Покажу курс обмена на 17 октября в торговом центре Агора. Вот доллары и евро. Хорошо видно. Доллары покупают по 17.50, евро по 17.10. Я в обменнике спросила, берут ли они рубли. Сказали, да, берем. Курс 1 лира это 5 рублей. Вот совсем недавно, буквально на прошлой неделе, это было в Кемере, 1 лиру брали за 4 рубля можно было. То есть было бы выгоднее там, потому что стало проблемнее платить. И вот показываю, как есть. Пойдем мы в магазин Фло, осмотрим ему кроссовки. Таким детям. Обувь и одежда это на один сезон. То, что он носил весной, ему уже маленькие. Где же у нас детский отдел? А я знаю где. Ну, пойдем искать. Ой, смотри, что появилось. У нас начало холодать. И выставили вот такие валеночки. Это теплые тапки для дома. Для тех, у кого дома будет холодно, у кого нет отопления, ходят такие. Помнишь, вы даже в гости кому приходили? Да, кстати, хала помнишь? Да, нам такие давали. Она 220 лир стоит. Мы были в гостях, нам выдали всем. У папины и сестры мы были в гостях, и нам дали вот такие тапочки. 190. Вот по типу такие. Вот такие были, да? Да. У нее были разного размера, на гостей рассчитано. И даже домблей. И тапочки теплые. Смотри, какие красивые красные тапочки. Да. Нравится, Анечка? Ну, мне понравилось. Вот так, не отдыхайся. Не отвлекаемся. О, правильно Владимир говорит. Не отвлекаемся. Сначала его надо. Надо ему. Вот, я вот уже решила померить. Смотри, нормально. 37 размер. Встань, поудобно идти в них. Не маленькие. Не нормально. Не нормально. Я на каблуха умею ходила. Мне нормально. Долго ходить вообще. Проказано. Появились и ботиночки, и утепленные кроссовки. Но пока еще, правда, рановато. Резиновые сапоги точно актуальны у нас. У них, по-моему, есть. Я покупала большого размера, 180. Так, где же у нас кроссовки нужного размера? Нет. 36, 39 еще не дорос. А здесь совсем маленькие. Вон, 20, 35. Странно написано 20, 35. Где-то 35. Нету ничего. Всем привет еще раз. Вот что-то типа такого надо купить. Кроссовки. Чтобы можно было ходить в дождь. Ну, и когда более прохладно будет погода. А что берешь? Я смотрю, как кеды сделаны. Вот Андрей такие любит на плоской подошве. Куда? В стадах. Поларис мы часто покупаем. Вот Кинетик, скажу, не особо нравился. Один раз купили, не понравился больше. Не покупаем вообще. Вот кроме Полариса и Ламборджека в этом магазине я не брала ничего. А ты со своими тапками? Да. Все, тапки уже есть. Первая покупка готова. Так, ну это у нас уже бутсы. Бутсы нам не надо. И пошел взрослый отдел. Отказывается, что для вас найдем размер. 33, 33 или 34? Здесь 33,5 вот этот копленный в найке. Значит, 34 надо брать. Да, поэтому 34. Ну, Будадимир, тебе 34. Четвертый. Харит, стойка. Вот шутники. Сейчас будем искать. Давай показывай. Какие? Первые. А покажи все сразу. Давай все коробки откроем. Будем их сейчас мерить. Ну, какие больше всех нравятся? Ну, такие. Доставай. Какие больше всех смотрят на тебя? Стихи начинаем. Это оба. Это чтобы где вы косили. Вот хотя бы здесь не нашука. Ну, показывай. Вот такие. Ты хочешь оба померить? Или может по одному пока сначала? Оба. Что вы уже как-то на пивыкнуть хотите? Ну, не будем им мешать. Да, дети у меня любят делать покупки самостоятельно. Выбирают, меряют, приносят, спрашивают, хорошо ли, плохо ли, подойдет. Вот Аня уже сидит со своими тапочками. Ну, хоть что-то, но надо успеть. Успеть, купить, когда пришли на шопинг. Показывай. Вот такие. Если честно, вот это. Это языки вот здесь. Неудобные? Ну, да. Слишком жесткий язык. Вот этот. Все, меряем следующее. Человек знает, что ему нужно. И это очень хорошо. Может правильно сформулировать мысль и сказать, нравится, не нравится. Это стоит свою позицию. Вот такие красавцы. Темно-синего цвета. Ниже мягко так. Это фирма Polaris. Мягкая стелька, очень приятно в них ходить. Да? Они тебе небольшие? А маленькие. Или найти поменьше размер? Понимаю. Показывай, мы начали все поменьше, а потом решим. Хорошо. Меряй все, потом ты решишь. Перенесла я ему на один размер меньше, потому что это фирма, они глубокий подъем. Удобнее вот этот меньше, который? Да. Ну папа, давай вторую, посмотри, там лежит в коробке. Примеряй с коробки. Медь, представляется, мы будем еще меньше. Да, будем и остальные пары мерить. Этой, потом этим. Слушай, так. Этой, дальше брать. Еще одни. Если честно, он здесь жмет немного. Неудобно? Ну да. А вот если правильно положить язычок, смотри. Так. Вот сюда. Вот так удобнее? Или тоже неудобно? Ну, мам. Ну, судя по всему, не в восторге. Еще одна пара осталась. Давай еще одну меряем. Это какие-то очень широкие. Мне кажется, да, широкие и большие. Не-не, не большие. Огромные просто тебе. Снимай. А вот эти меряются поедут. Вот. Еще одни меряют. Те были Polaris, а это Lumberjack. Тоже большие? Нормально. 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 Ну, какие ему понравятся, такие купим. Я не настаиваю. Неудачно. Опять не открываются. Ну вот. Вот. Не откроются. Неудачно, как прилепили. Ну, показывай один тогда. Они тоже большие, да, тебя? Да. Видишь? Где палец твой? Вот. Вот здесь. Это они широкие. Да, они широкие. Поменьше тоже найти. Я посмотри, зеленые принесла меньше размером. Потому что они слишком широкие. Взял размер поменьше. Да, вот так отличаются. Вот думает, какие взять, синие или зеленые? Синие или зеленые? Зеленые. Зеленые? Да. Все решил? Да. Удобно ходить в них? Да. Все? Ну, давай собираем все. Все, что мы здесь перемерили. Пошедник, да? Покупаем товар. Я всегда говорила, чем дешевле магазин, тем дешевле чемодан. Просто у нас такая инфляция. Вот, видите, 900. Кстати, смотрите, указано две цены. Ваша цена, которая поменьше. Пищем фиат. Потому что вторая, это цена в кредит. Большой чемодан 1200 стоит. Мы еще не ушли из торгового центра, а вышли во двор. Здесь красиво как. Вот очень приятно посидеть здесь в кафе. Видите, людей очень мало. На улице тепло по-прежнему. Всем отличного дня, прекрасного настроения. Вот такая красота на улице. Возможно, вам тоже захочется посетить торговый центр Агора. Особенно красиво вечером. Вон, часовая башня. Посидеть в кафе. Выходные людей побольше, а в будни, вот вы видели, фактически никого нет. А мы идем обратно в Икею, потому что на парковке стоит наша машина.